Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Главная охота» и я, ее ведущий, Валерий Кузенков. Давайте сегодня поговорим об общественном охотничьем движении, российском общественном охотничьем движении. По этому поводу свое мнение выскажет Белок Охтовед, старейший работник Росохот Рыболов Союза, не только Росохот Рыболов Союза, но и Глав Охоты России, человек, который в общество вступил в 1952 году. Это Кондауров Евгений Константинович. Здравствуйте, Евгений Константинович! Здравствуйте! Евгений Константинович, я вас пригласил, как известного биолога-охотоведа, я не скрываю этого, знаю вас давно, вы меня... То же время, что и я вас, да. Значит, вы массу лет, просто массу лет проработали, как я уже говорил, в Глав Охот Рыболов Союза, в Росохот Рыболов Союзе. Вот, то есть, в советские времена, в перестроечные времена, да, вот, в настоящее время, продолжаете работу в Московском городском обществе охотников. Мне бы хотелось послушать ваше мнение, а вообще, что же у нас творится с общественным охотничьим движением? В двух словах можно сказать, что же у нас такое творится вообще с российским охотничьим хозяйством. Ну, а как бы вопрос, давайте постараемся озвучить общественное охотничье движение. Общественное охотничье движение в России имеет достаточно длинную историю. Если говорить о длинной истории, то первое общество охотников было образовано в 1862 году. В 1872 году образовалось императорское общество защиты животных и правильной охоты. Эти два общества до практической революции активно действовали. Все охотничьи движения и все охотничьи хозяйства в России, прежде всего, строилось на общественном охотничьи движении. Конечно, а не может быть охота без охотника, это понятно. Охотник это и общество. Конечно, вы знаете, что Соловьев еще в 17-м году, во времена временного правительства, начал организацию Петроградского общества охотников. Он вообще ставил свою целью Всероссийское общество. И, в общем-то, он это сделал. И на основе этого, то есть в то время было объединено где-то около 30 губерний, это довольно значительное число людей, в 1922 году, вы знаете, был организован Всероссийское общество союз. Всероссийское общество союз, это, в общем-то, прообраз, будем так говорить, Росохотры было в союзе. Началось закрепление охотничьих угодий за Всероссийское общество союза. И Всероссийское общество союз набрал достаточно большую силу и действительно имел большой авторитет. И среди охотников, и среди, в общем-то, и населения. Почему? Потому что снабжал длинную долю населения необходимыми припасами охотничьими, необходимыми продуктами. Все они торговли занимались. Да, занимались очень серьезно торговлей, заготавливали пушнину, мясо диких животных. То есть все это что... А государственная служба была в те времена, которая осуществляла какую-нибудь охрану? Наркомзем. Вот, все это подчинялось наркомзем. Но наркомзем как таковой, он единственное, что выдавал разрешение на это. То есть охотничий билет был государственным, вот, наркоземовский. Вот. И больше, в общем-то, особых усилий не прилагал. В 58-м году вот решением Совмина был образован... То есть поняли, что нужна такая необходимость. И постановление ведь правительственное было в целях организации, улучшения организации охотничьего хозяйства России. Смысл-то, видите, какой. Ну да. Потому что вот Совмин, ведь мы как-то ругаем Хрущева, но Хрущев был охотник. И он понимал, в общем-то, что без общественности в данной ситуации обойтись нельзя. И это сразу сняло огромные расходы с государства. В 58-м году членом общества было там 592 тысяч всего. Но авторитет Росохотсоюза возрос очень быстро. И этому способствовало, кстати сказать, положение об охоте и охотничьем хозяйстве из главы охоты в 60-м году. В 60-м году, да. Оно предусматривало, что на всей территории России действует охотничий билет, охотничий членский билет, общество охотников. То есть оно в данном случае помогло Росохотсоюзу встать на ноги. То есть волей-неволей оно загнало охотников в это общество. Единое. Так именно загнало. Им, да. Тут ничего не скажешь. Оно поставило такие условия охотников, что они вынуждены были... Деваться не было. Да, деваться не было. Других-то не было. Ну, было военное общество. Не было. Это альтернатива небольшая. Также было динамовское общество. Это все так. Ну, вот такое гражданское общество стало единственным. Ну, вот и, собственно, до современного... Ну, впрочем, до реорганизации его в ассоциацию, Росохот Рыболовсоюз существовал в том виде, в котором он есть. Ну, а что такое ассоциация? Это же все полноправные члены должны быть в ассоциации Росохот Рыболовсоюза, да? Я так понимаю. В общем-то, да. Это, в общем-то, независимые общества. Которые вот... Сплочены только единым договором. Вот. И в данной ситуации это был устав. Там никаких других договоров не было. Это устав Росохот Рыболовсоюза, в котором расписаны практически все обязанности центрального правления перед обществами и обществ перед центральным правлением. Устав Ассоциации. Конечно, есть. До сих пор. Есть устав Росохот Рыболовсоюза, параллельно. Нет. Россоюз же, как бы, или уже он не существует. Устава Росохот Союза нет. Сейчас нет Росохот Рыболовсоюза, есть ассоциация. Ассоциация Росохот Рыболовсоюза. Которая состоит из областных обществ. Туда входят военные общества. Да, Динамовское общество вошло туда. То есть все... А районные общества, они входят в ассоциацию? Ну, я думаю, что через областные. Это юридические лица, или нет? Отдельные есть. Отдельные есть. Но, в принципе, через областные общества. Ну, видите, какая штука. Тогда же надо такие ассоциации создавать в областях. Ну, некоторые области так и существуют. Да, да. Там уже тоже на ассоциативных началах районное общество объединяется около областного общества. Такие моменты существуют. Но ведь смысл общества заключался в чем? Вот. Уже изначально, когда вот еще образовывался Лавьев. Смысл в том, чтобы члены общества... Чтобы работать с охотником. Я понимаю, это единый смысл. Да, в голове всего стоял человек, охотник. Конечно. Охотник, вот ради него... Он и создает общество. Ведь понимаете, в чем дело? Ситуация была такая, браконьерство было. Страшное. Да, почему? Потому что не было законов, не было назирающих органов, не было возможности у охотников выразить свои... Я скажу, что сейчас есть закон, есть назирающие органы, так называемое, есть так называемое общество, а браконьерство страшное. Вот я хочу вернуться, подойти к этому вопросу. Понимаете, Соловьев говорил о том, что при возможности каждого охотника охотиться на территории России законно имея охотничий билет, браконьерство должно исчезнуть. В общем-то, идея была достаточно правильная. Да, только одному вальшь не поразрешено, а другой хочет лося добыть. А вот тогда такой строгой разрешения не было. Понимаете, в чем дело? Лосей не было тогда. Лосей еще было в то время, достаточно много. Ведь численность лося упала в промежутке где-то в 30-х, в 30-х до 60-х, в 65-х. Ну, давайте, ладно, давайте все-таки к обществу, а то сейчас мы в охотовение уйдем. Так вот, общество, оно призвано было к тому, что именно члены общества заботятся о себе, а общество заботится о них. Правильно. Вот это абсолютно логическое... Не так всего, мы с вами взяли, сложились и сделали общество, да, собрались пять человек. Совершенно верно. Закрепили угодья, угодья закреплены. Кто должен работать в угодьях? Члены общества. Опять же, Соловьев говорил о том, что выгода от того, что ты охотник, не в том, что ты зарядишь какие-то особые патроны, нет, от того, что ты приложишь усилия к тому, чтобы создать как можно большую численность дичи в угодьях, вот в чем выгода, чтобы у тебя потом была охотница. Вот смысл-то в этом. И, в общем-то, все было направлено на то, чтобы охотники занимались вот этой работой по воспроизводству и разведению дичи. Так. Ну, что мы видим в последнее время? Вот что мы видим, хотелось бы сказать. В последнее время мы видим отторжение, в общем-то, члена общества от общества. Ну, это давно. Это еще, мне кажется, началось во времена советской власти, вот это все отторжение началось потихонечку. Идти, 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 охотников все меньше и меньше. Председатели областных районах общества работали со своими охотниками, нет? Дело в том, что, понимаете, вот районные общества работали через коллективы. Коллективы были на производство. Производство тоже оказывали помощь коллективам. Общества были довольно сильными. И охотникам было интересно заниматься работой в угодьях. Отсюда общества имели, в общем-то, хозяйское отношение к своему угодью. И никто без ведома, допустим, того же районного председателя особенно не мог пользоваться этими угодьями. Хотя охота для всех была достаточно свободной. То есть не нужно было переплачивать огромные деньги за путевку. Была цена на путевку какая-то в этом районном обществе. Но того, что сейчас есть, допустим, что вот мы свои, а мы чужие. Как может быть членом общества охотников быть свой-чужой? Для меня это сейчас непонятно. Сейчас я понимаю, да, Евгений Александрович, что председатель общества районного, да все пока от районов ведем. Он ездит с начальником милиции, с главой администрации на охоту. Ему члены общества и не нужны. Абсолютно. Да. И поэтому могут члены общества взять его переизбрать и поставить человека, который будет работать. Да. Почему они этого не делают? А вот тут бы надо, наверное, задать вопрос этим людям. Почему? Наверное... Почему представители областного общества, раз они такие умные, не приедут в район, не проведут конференцию внеочередную, не выступят перед людьми? Почему люди жалобу не напишут областному председателю, скажут, дорогой господин, вот смотрите, что у нас творится. Приехайте, помогите, поддержите. Почему люди-то такие неопередные? Вы же прекрасно... Проще браконьерством заниматься. Нет. Вы же прекрасно понимаете, что менталитет людей за это время здорово поменялся. И отсюда, в общем-то, и отношение к тому, что есть. Разве охотник сейчас чувствует себя хозяином в охоте? Нет. Нет. Простите меня, он участвует в работе, допустим, по воспроизводству дичи, там, дичь разведения? Участвует, где работают районные председатели. Там, где работают. А в большинстве своем? Нет. С него берут так называемую отработку. Деньги за отработку. То есть, охотника уже не привлекают к угодию. Ну, Евгений Александрович, может, тогда просто взять, разогнать этот Росохот Рыболов Союз, зачем он нужен? Да, дать всем государственный билет, и сейчас к этому все идет. И пусть охотники все равно, руководство не занимается своими охотниками общественными, я имею в виду, руководство. Вы понимаете, конечно, можно это сделать. Но нужно ли? Я думаю, нет. Я тоже думаю, что нет. И считаю, что надо менять просто отношение руководства к охотнику. И охотникам надо наконец-наконец-наконец понять, что они хозяева положения. Они хозяева. Они вправе избирать того, кого считают нужным. Тот, кто будет работать. И здесь в массе своей, о чем надо говорить? Оргмассовой работе. Оргмассовая работа сейчас, она никуда не годится. Мы видим с вами отдельные соревнования по зимнему биатлону. Вы знаете, в прошлом году они... Да, половли рыбы на муху. Это мы, да, представляем. Но что это? Это энтузиасты. Это отдельные энтузиасты, ну, как-то еще, может, организованы центральным правлением, где-то областными обществами. А вот так, чтобы в районах шла эту массовую работа. О том, чтобы именно люди организованы были постоянно и на тоже борьбу с браконьерством. Но ведь и борьбу с браконьерством сейчас вести крайне сложно. Люди же отторгнуты от права охранять свою собственность. Да, это Минсельхоз вывел эту линию, потому что не должен охотовед общества составить протокол, потому что он общественный. Да, не только, да, охотовед общества. А то, что их убивает в охоту гоня, это никого не касается. Это никого не касается. Ведь и в советские времена, простите меня, когда госохотнадзор был достаточно сильной организацией, мы имели 8-12 случаев, когда погибали охотоведы, общественные охотоведы, районные охотоведы, именно от браконьеров. Но, тем не менее, борьба велась, и к этим людям принимались существенные меры. И ведь, надо еще отдать должное, была очень сильная общественная организация по охране выходит, то есть общественная охотная инспекция. Она же имела очень мощные права. Они были сравнимы по защите человека с защитой... Не, Евгений Константинович, сейчас нет государственной структуры, вы это прекрасно знаете, не хуже меня. Да, ну, общественные организации, почему? Есть же председатели, масса охотоведов, по многу лет работают. Вот. И просто какая-то апатия во всем. То есть, я знаю район, в Костромской области был случай, да, охотники разрушили район общества охотников, потом поняли, что надо делать общество, они его решили создать, они пришли в государство, ну, тогда был департамент, как охотуправление, и за ними не закрепили охотничьи угодья. Не закрепили. Не закрепили. Госфонд, вот это, то есть, как бы никому не нужна охотничья общественность. Вот в чем вся проблема. Ну, вы меня невольно... Не нужны охотники. Вы нужны, это сказать, к тому, что, а нужно ли государству вообще охотничьих хозяйств? По-моему, нет. Вот как-то невольно стоит вопрос, нужно ли государству? По-моему, нет. Вот. Впечатление такое, что нет. Понимаете, Псюмелев, во все времена охотничья охота и охотничьих хозяйства, в трудные времена, всегда помогало государству. И здорово помогало. Ну, начнем с того, Петр когда-то мог этим воспользоваться, когда-то... Ленин воспользовался этим. Этим воспользовался во время Великой Отечественной войны, сколько было сдано пушнины и мясо тех же самых диких копытных. Все это было время, когда нужно было. А потом... Евгений Александрович, ну неужели государство не понимает, чем больше охотников, тем больше экономика будет развиваться? Вот я привожу такой пример часто, да, ну, сравниваем Америку, ну, по площади, как бы, похоже на наш, да, 14 миллионов охотников. Да. А России 2 миллиона охотников. Если бы у нас было в России 14 миллионов охотников, они бы купили 14 миллионов пар сапог, 14 миллионов курток, 14 миллионов, там, пар перчаток. Это же деньги для внутри государства. Тут же мне приходят письма, значит, ой, Валерий Петрович, вы не правы, у нас сейчас 2,5 миллиона, и так все переколотили. Будет 14 миллионов, вообще ничего не будут. Вот у нас в Томской области, значит, начальство летает на вертолетах, бьет лосей, медведей, северных оленей. Люди не понимают, что это не охотники, что это браконьеры, это разные вещи. И что охотники, они первые создали заказники, национальные парки. И вот сейчас задача общества, чем больше будет членов общества, тем лучше для общества, тем лучше и зарплату можно поднимать. Взносы не облагаются налогом. Но беда-то в том, что, понимаете, мы теряем авторитет среди людей. Да. И я могу сказать больше. Вы понимаете, вот в чем дело? Вот все, как вот Союз, он же вел широчайшую пропаганду среди населения о том, чтобы вступали вреды охотников. Сейчас никакой пропаганда. Были выпущены, ведь огромное масса брошюр было. Буклеты, брошюры, плакаты. Потому как добывать, что добывать, как вступить, какое оружие купить. То есть это была настоящая, серьезная пропаганда. Люди знали о том, что это делается. А сейчас... А в Росохоте, в Рыболовном Союзе была одна газета и ту закрыли. Военное общество имеет журнал. Охотник военный держит. А эти еще не держат. Ну, видите, новому руководству... Нет, я с пресс-службы, я не скрываю, с пресс-секретарем Росохот Рыболов Союза часто общаюсь по своей деятельности на телепередаче. Говорю, давайте подготовьте мне людей, которые придут и расскажут о работе Росохот Рыболов Союза. Никто не приходит. Никто не приходит. У них там школа с детишками занимается. Да, военизированная вот эта вот не охотничья, а такая военизированная структура. Но интересно, я бы позадавал вопросы. Да, никто не приходит. Трофейное дело, никто не приходит. Большую семерку, большую пятерку. Никто не приходит. Руководство... Был один раз Бендерский, Эдуард Витальевич. Больше не является. Им что, нечего сказать? Боюсь, что нечего. Если нечем говорить, значит, боюсь, что нечего. Потому что я за два... Извините, еще раз, так сказать, я немножко эмоционально. За два года, с 2006 года, да, пришло новое руководство Росохот Рыболов Союза. Я так и не дождался внятного разъяснения, когда же, наконец, вот районное общество, начнем с этого, да, областные общества повернуться лицом к охотнику. Вот сейчас же все разваливается. Ну, начнем с того. Вот то же самое императорское общество охотников. Каждый год оно печатали отчеты о своей финансовой деятельности, о всех проведенных охотах, о всех проведенных выставках, о той породной работе, которую они ведут с собаками, с лошадьми и так далее. Это все было в широкой печати. А ведь всегда организационно-массовый отдел общества, он был на голову выше охотоотдела. Это главный отдел, потому что это работа с людьми конкретно. Охотоведы занимаются своим делом. Они делают технологию, будем так говорить, технологию. Технология охоты, технология дичьоразведения, технология воспроизводства их мероприятий, технология биотехии. Но это технология. А в массе своей работы с человеком это все-таки оргмассовое отделение. Конечно. И в оргмассовом люди даже сидят, массовики-затейники по-настоящему, люди, которые отвечают. Но ведь, понимаете, во всем нужен профессионализм. Согласитесь. И отсутствие профессионализма, это сказывается прежде всего на работе. А сейчас очень мало людей, которые дышат своей работой, которые живут своей работой, которые работают не за деньги, а за то, чтобы сделать дело. В основе их сознания дело. Им хочется сделать это дело. А с чем мы встречаемся? Мы встречаемся с полнейшим равнодушием отношения к этому делу. У нас часто приходят руководители, которым все равно, чем руководить. Сельским хозяйством, тяжелым машиностроением или подводной лодкой. Совершенно верно. Мне предложи сейчас заниматься не охотоведением, а командовать каким-нибудь крейсером. За любые деньги я откажусь, это не мое. Как вы думаете, передача полномочий, если осуществится, может это поможет по линии государства, поможет общество охотников? Если придет человек неравнодушный к делу, если придет специалист, если он поставит, прежде всего, вопрос дела перед собой, а не того, как будет на него смотреть начальство, и как на него будут смотреть подчиненные, подчиненные всегда будут смотреть на него хорошо, если им будет делать дело. Если он будет озадачивать их дело совершенно конкретными вещами, говорить им, что и как надо сделать похотничьим делем, Тогда это будет руководство. А если будет все время смотреть наверх или вбок в дне, влево-право, это ничего не будет. А вот такое общество, как сейчас, оно в принципе-то и не нужно охотникам России, которые существуют. А что оно дает-то? Ничего не дает. Простите меня, чтобы из Москвы поехать на охоту, допустим, в то же самое, куда-то там... Ну, в Ивановскую, Тверскую, Костромскую. Ну, какую цену охотник должен заплатить за охоту? Два в три раза больше, потому что он москвич. Потому что он не наш. А мы все члены ассоциации. А мы все члены одной ассоциации. Вот это меня убивает. Потому что даже я знаю, что житель Ивановской области, прописан в Ивановской области, но имеет билет военно-охотничьего общества, платит больше, чем все члены ассоциации. Так зачем оно такое общество? Так может районным обществам проще отделиться от всего, получить государственный охотничий билет и оформить свое ООО. Я не знаю, там какой-нибудь, ну, я не знаю, любого по названию района. Ну, там, Щелковское ООО, там, районное общество охотников, да. И жить своей жизнью, закрепить угодья. И зачем им Росохот, Центральное правление, областное общество? Зачем вот эти вот люди, которые, так сказать, сидят и паразитируют просто на охотников? По сути, да. Валерий Петрович, ну, вот когда Центральное правление руководил Корольков, когда руководил Улитин, ну, когда был Корольков, он был главным снабженцем. Ну, проще было. Была советская власть. Советская власть. Ну, тем не менее. Был госплан финансированный. Вы знаете, госплан, то есть, все было лимитировано, все было фондировано. Чем занимался Скальков? Он выбивал госслаби в госплане, выбивал фонды, выбивал лимиты на то, другое, пятое, сятое. Общество нам было строиться, общество нам нужно было технику, на другое, пятое, сятое. То есть, он это... Но он создал материальную правильность, слава богу. Теперь, когда пришел Улитин, перестройка, возникла ситуация с законодательством. Вы помните, что возникла огромный вакуум, потому что старым не хотели пользоваться, новую еще нет. Ну, он и сейчас такой же вакуум, как был, так и остался. Но Улитин сумел, единственное, что я говорю, что хотел, Улитин сумел сохранить ассоциацию. То есть, он ее преобразовал в ассоциацию, с тем, чтобы охотникам легче было самостоятельно в обществе. Он сохранил вот этого социалистического монстра, вот этого социалистическую систему Росохот-Рабового Союза. Честь ему и хвала за это. Новое руководство пришло в лице Эдуарда Витальевича Бендерского. Оно должно сейчас было внятно, как бы, реорганизовать эту структуру. Не уничтожить, а реорганизовать, и чтобы эта структура стала работать на благо охотника. А что, у Бендерского есть концепция, как это сделать? Нет, я не видел. У него что, есть четкий план преобразования этих проспектов? Ну, что он мне сейчас пишет, и через месяц она появится, через два. Где? Я сомневаюсь. На сайте Росохот-Рабового Союза. Ну, может и появится. Надо посмотреть на нее, что это будет за концепт, во что она превратится. Но ведь я знаю, что движение те, которые делал Бендерский по усилению вертикали своей власти, ни к чему не приведет. Потому что каждый член ассоциации, он автономен, по сути своей. И решение центрального правления для него является не более чем рекомендательным. И его хочется принять решение. Нет, оно привело к тому, что питерское общество охотников вышло из членов Ассоциала. Да, Шацилла сделал свой. Не то, что Ассоциала, это Шацилла высказал мнение уже своего общества. Это целые Ленинградской области. Да, да. Они отошли. Сейчас еще какое-то общество может отойти. Еще и все, и ассоциации рассыпятся как таковое. Но Ленинградское общество же живет, продолжает жить. И будет спокойно жить. Меня удивляет другое. Понимаете, в чем дело. Вот собирается Совет Ассоциации. На котором присутствуют все члены Совета. Как правило, это председатели областных общественных охотников. Ну, там, ревизионные комиссии и так далее. Там еще какие-то дополнительные нужные люди в Совете. О чем идет разговор с Советом? Скажите, хоть раз мы слышали с вами дельное предложение, допустим, о реорганизации того же. Только грязью поливают госструктуру. И против охот билета. Не должен быть госбилет. Да, и так далее. Нас давят. Только крик какой-то. Такой крик. Махание саблей. Война с ветряными мельницами. И никакой конкретики. Ну, а ведь, понимаете, вот сейчас. Почему испугались закона? Почему испугались за закона? Государственный. Вот да, государственный билет со всеми делом. И все люди уйдут. Конечно, членство будет необязательным. И все люди уйдут. Оружие можно будет покупать через этот такой член. И нам надо обработать, работать с населением, широко пропагандировать свою природоохранную деятельность, что очень важно. Ну, пусть они думают, мы их готовы в этом поддержать. Потому что это крестонное право людей. Все, согласен. А сейчас я хочу закончить на этом передачу. И увидимся через неделю. Продолжение следует...